Когда спрашиваешь, ну что же у вас в этом магазине, в соседнем магазине, здесь отделы кругом, тот же самый товар. Ответ следующий. Мы работаем с тем ассортиментом, который знают наши покупатели, к которому они привыкли. Новая марта надо вводить, раскручивать, не всегда это, мы получим поддержку в дальнейшем этих поставщиков, которые мы раскручиваем, поэтому идем по накатам. Во многом можно согласиться с такой позицией, что поддержку получить довольно сложно, но и не вводить новые марки, это значит терять определенные преимущества работы на рынке. Отсутствие интереса к интернету и к соцсетям. Сейчас, наверное, наиболее перспективное направление это активная работа с своей клиентурой, с потенциальной, с реальной, в соцсетях и приобщение. Вообще, бизнеса, перевод его на работу через интернет. Был на форуме онлайн ритейла и могу сказать, что они ушли в понимание бизнеса и в реализации, бизнес-идей на лет 5-6 вперед от бедевого бизнеса. Там совсем другое понимание возможностей интернета и, естественно, они не только понимают, но и используют эти возможности для того, чтобы привлечь свою аудиторию, к себе аудиторию, свои не только онлайн, но и офлайн магазины. Следующее наблюдение, крайне низкий уровень оформления магазинов. Эконом панелей и все как в Сильпо. Это 90% того, что мы видим. Это повсеместно. Опять же, дальше буду говорить, почему, скажем, это происходит и как можно этого избежать. То есть, это отсутствие какого-то якоря, визуализации, которая позволила бы человеку, который идет обратить внимание на эту витрину, на этот магазин, зайти и посмотреть, что же там происходит. Все одинаково. Ну и, скажем, такое наблюдение, что практически в каждом городе уже сложился пункт таких вот автовиков или розницы, которые доминируют в этом городе. Если в Уфе, там три, скажем, доминанта таких, в Кирове одна, в Севастополе одна, в Ялте две. То есть, не так много игроков. То есть, надо внимательно посмотреть, что происходит у вас. Я вот рекомендую взять карту города, нанести на нее все магазины, которые есть у вас. В красном ответе отметить прямых конкурентов, с которыми вы делите одну поляну. Какими-то другими цветами отметьте, возможно, союзников, с которыми вступать можно в какие-то альянсы. Вот. Или там других ценовых сегментов. Но вы должны получить картину, как на поле боя в штабе, в генштабе раскладывают эту карту и там намечают какие-то действия. Без этого вам сложно будет сориентироваться и принять правильное решение. Так вот, сейчас перехожу к тому, что, на мой взгляд, у меня много пунктов мешает вам, во многом мешает развить свой бизнес. То есть, вы помните песню Высоцкого, да, «Охота на волков», когда все было красными флажками, забито красными флажками и гнали этого волка. Вот красные флажки – это то, что в ваших головах вы сами себе придумали, поставили эти флажки и ограничили свою свободу. Ну, скажем, я работаю только в средней ценовой нише. Высокая ценовая ниша – это не для меня. Этот флажок вы себе поставили. Это не ваши конкуренты вам запретили, не компании-поставщики запретили. Это вы себе поставили. Еще пример приведу. Я вот не буду работать с этими марками, они там дорогие. Это марки вам запретили или вы? Это вы себе флажок поставили. Вы себе настолько этот бизнес загородили этими флажками, что вы движетесь вот в одном направлении, в узком, да, и вам кажется, что вы бежите куда-то правильно. Вот вы бежите в лапы кому-то, или там уже засады на вас. Уберите все эти преграды. Нет у вас преград никаких в бизнесе. И другие форматы, и другие сегменты, и интернет, все, что возможно, это вам ограничит, вернее, это снимет все ограничения на движение. Давайте обговорить, какие флажки у вас есть. Я пацифист, я называю. То есть я ни с кем не вступаю в борьбу. Я такой хороший, у меня нет конкурентов. Я вот себе работаю тихо, никого не трогаю. Вот, и я так буду работать всю жизнь. Вы, возможно, такой, но вы уже на прицеле, вы уже на мушке. Другие не смотрят так на бизнес, как вы. Сравните это с полем боя. Опять же, сравнение военное. Есть союзники, есть противники, есть ресурсы ограниченные. И вот вы сейчас на этих ограниченных ресурсах пытаетесь работать, свою долю там оттяпывать какую-то, да, или сохранить ее. А другие активно начинают эти ресурсы у вас забирать. Это интернет, это СП, это другие сильные игроки. То есть жизнь не стоит на месте. Кто-то движется значительно быстрее вас. Поэтому, вот вы под прицелом, поэтому надо как на поле боя разложить эту карту. Понять, кто ваш союзник, кто ваш противник. И активно на ней работать. И, конечно, не рассматривать свою работу с точки зрения, что я буду с кем-то воевать. Ничего подобного. Не надо с кем воевать. Надо понять свои преимущества, свое положение на рынке. И пытаться использовать эти преимущества для того, чтобы расти. Но расти это нельзя, расти количество магазинов. Вы можете перерастать клиентами. И так далее. То есть это вот пацифистское отношение, забудьте про него. Оно приведет вас к тому, что вас съедят просто. Вы должны быть в меру агрессивны на этом рынке. То есть понимать, что на нем происходит. И пытаться занять новые ниши. Либо самостоятельные, либо с партнерами. Следующий флажок. Все вокруг конкуренты. Вот не буду я ни с кем общаться. Это совсем другие люди. И так далее. Если вы в состоянии доминировать на рынке, на своем. Если у вас население там 18-20 тысяч. И вы четко можете сделать там 3-4 магазина. Тогда да. Не надо искать никаких союзников. Вы можете это сделать. Но если у вас большой город. И вы знаете, что вы никогда не будете доминировать на нем. То вам легче обратиться к коллегам. И совместно попытаться решить какие-то проблемы. Которые позволят вам этот рынок поделить не на 20-30 магазинов или игроков. А на 2-3. Да, пусть вы не будете занимать 100% вдвоем или втроем. Но 80% рынка вы можете занимать. А остальные будут несущественные уроки. Поэтому обязательно снимите этот флажок. Что у вас все вокруг конкуренты. Продолжение следует...